Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добро пожаловать на финальную часть третьего чемпионата мира по УДО, что проходил в японском городе Токио в спортивном центре Йо-Йоги. Два россиянина сошлись в финале. Очень попутная схватка должна быть Адан Хальев против Алексея Харитонова. Алексей Харитонов – москвич, наставник Сергей Рожаков, он болел за своего спортсмена из зала. То есть он тоже прилетел в Японию, чтобы поддержать Алексея. И представитель Чечни Адам Халиев, чемпион Южного федерального округа, он даже двукратный чемпион победителя Кубка России 2009 года. Вначале они выходят в ритуал поклона, после этого им одевают шлемы и начинается поединок. Выступление Адама Халиева было неким... Адам Халиев был некой темной лошадкой в составе сборной России. Это как? Если у вас очень серьезный отбор и сборы? Для японцев он был темной лошадкой, потому что традиционно на чемпионаты России приезжают представители Японии. Будь то сенсей, или с ним какие-то еще судьи, которые смотрят, как это все проходит у нас, делают какие-то свои выводы, ну и в том числе и пишут бои. Адам Халиев не очень давно появился в Кудо, буквально там года два-три. Но пришел... Адам Халиев, откуда? Откуда есть секрет? Подготовленный мастер, по-моему, стейбоксинг. То есть, на самом деле, для меня это не было принципиальным. Главное, что саму суть Кудо он воспринимает правильно. И, наверное, это главное. Все вопросы в том виде спорта, в котором он выступал раньше, он решил. У наставников предыдущих не было никаких претензий на эту тему. Мы смело его приняли в свои виды. Кстати, довольно распространенная у вас, Александр, практика не переманивания, естественно, а прихода из, допустим, из самбы, из дзюдо, мастеров уже сложившихся. И насколько они успешно потом выступят? Вы знаете, здесь есть первый и главный нюанс. Слово переманивания здесь, в принципе, невозможно, потому что люди сами принимают решения. Главное требование федерации заключается в том, что мы уважительно относимся к представителям других стилей направлений единоборств. И пока человек не подтвердит, что в своей федерации у него предыдущих не было дальше, чтобы соблюсти этику и мораль в первую очередь в восточном единоборств. Когда эти подтверждения приходят, тогда при желании, демонстрации желания, человек может заниматься кудо в нашей федерации. Халиев очень удачно выступил на розыгрыше Кубка России в Тюмень, который проходил в мае этого года. И для японцев был утянул лошадкой. Поэтому, наверное, одним из первых на него вышел их ударник Кимура, который, собственно, за это и поплотился. Такого зрелищного боя давно не было. Это был очень эффектный и красивый. Ой, 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 ой. Смотри, какие красивые удары демонстрируют ногами. Ноги потрясающе растянуты, потрясающий сильный удар. На югике России четыре поединка он закончил нокаут на ногами. И, собственно, такую тюрную лошадку на категории мы не взяли. То есть, если Харитонова японцы знали, то Халиевы не знали. И в первом поединке нокаут, который он потряс японцев, он заставил замолчать трибуны. Потому что первая была у Ширы, второй правый боковой боковой, который повлек падение спортсмена. И, собственно, на том, как бой закончился. Были очень эффектными и эффективными. Ну что, как он, наверное, назначается? Надо, но, похоже, соперники вышли за пределы татами. А сейчас что скажет судьи? Два судьи дали оценку Кока, но два это не доминанта, поэтому бой продолжается приравно. Ну и ко всему прочему. Еще одна четвертая у Шира, которая прошла в исполнении Халиева. Алексей Харитонов применил прием, который называется «уползание». То есть видишь, что сейчас уже есть шанс у оппонента получить Кока. За опыт от борьбы могут наказать, могут предупредить. Если этот уход от борьбы очевиден, я, пятая у Шира проведенная, что я могу сказать по ходу этого поединка? На руках, наверное, чуть-чуть Харитонов лучше. Но вот этот, что Халиев обескураживает своих соперников, обескураживал и японцев, и, собственно, Алексей, не дают ему в полной мере извлечь преимущество своих хороших рук. Ну что ж, наверное, нам присоединить еще. Нам присоединить еще один. Да, очень красиво, очень эффектно. Кстати, Александр, может быть, поясните поклонникам единоборств, не может со стороны показаться мне специалисту то, что злоупотребляет вот этим вот у Шира этим техническим действием? Или вот если есть коронка, надо внешне называть замерзать? Вы знаете, как мы уже до этого с вами говорили, в кудо приветствуется разнообразие, в первую очередь, конечно же. Но если у него это получается, и все знают, что у него это получается, но при этом никто не в состоянии ему противопоставить что-то. Вот мы сейчас видели его наставника, который болеет за своего спортсмена. Если никто не может ему противопоставить что-то, и оно всякий раз получается, почему-то не использовать. Тем более, что это, опять же, с точки зрения и судьи, и зрителей, это очень зрелище. Да. То есть вот в этих поединках Алиев Адам демонстрирует еще и зрелищный кудо. У нас спортсменов одевают шлемы, и поединок продолжается. И обратите внимание, Александр, я думаю, вы точно заметили, насколько пройти к залу, когда уже проиграли все японцы. Ну, как мы сами говорили, умерла таки надежда японских болельщиков увидеть японского чемпиона мира. И сейчас кто-то даже из наших руководителей пошутил. Недороговато ли финал чемпионата России проводить на японской земле? С ним я знаю, спортсменов, тренеров и болельщиков. Конечно, это всего лишь шутка. Мы прекрасно понимаем, что Роман Михайлович у нас долгое время проводил в беседах с наставником Вадимом Итакашем. И потом рассказывал о том, что что будет и чем все закончится, Сансей понял еще часа до два до окончания финалов. И в очередной раз, мы уже общаемся с ним более 17 лет, в очередной раз он нам смог преподать урок того, как нужно принимать поражение своих спортсменов. Конечно же, Сансей Айкудо принес в этот мир. И сейчас-то всевышний Айкудо является видом спорта в мире. И все мы являемся его учениками. Вне зависимости от того, кто побеждает русский, китаец, японец или же колумбийец, допустим. Мы все его ученики, и это его кудо, это его вклад в развитие надорца в мире. Но при всем при этом, конечно же, он японец, и конечно же, он болел и за свою собственную команду. А нет ли вот случайно, может быть, в разговорах проскакивало какое-то подскудовое чувство, я имею в виду Сансая, конечно же, и говорить, ну как же так, ну мы же основоположники, родоначальники, приезжают русские и выносят всю сбору. Ну как так? Я думаю, что, как тут Саня Алексей сейчас провел хороший баспорт, конечно же, такие мысли у него в голове наверняка и есть. Но то лицо, с которым он принял поражение сборной команды Японии, оно вызывает восхищение и дает нам пример, как нужно принимать поражение своих спортсменов. Это еще один урок, который японцы нам смогли преподнести. 18 лет общения с СССР не перестает нас удивлять какими-то примерами, которые мы следуем сами и учим своих учеников здесь, на территории России. Потому что в любом случае, в первую очередь, КУДО, как мы уже говорили, как говорят наши наставники, это школа, это система духовного воспитания. И только после этого уже это единоборство. Именно этим восточная школа и отличается от школ западных, где единоборство, в первую очередь, это правила и система соревнований, нежели какая-то школа. КУДО это культура, КУДО это дух, КУДО это воля, КУДО это воспитание души посредством физических нагрузок. Ну и что, вот сейчас будет пролезать бойц в белом доге на оценку КОКО? Ну, вроде пока там фиксирована нога, я вижу, и активно работает. Да, Алексей очень хорошо удерживает, сейчас очень хорошо удерживает Адама сверху, находясь. Когда, еще раз хочу сказать по поводу наших наставников, потому что я и сам, как бы, вышел, что называется, из-под легкой руки Романа Михайловича Анашкина Владимировича Назоверна, они говорили о том, что до финалов, если в русские пойдут в финалы, вы в любом случае единое целое до команды. И постарайтесь в финалах соблюсти то уважение, которое вы испытываете друг к другу, вне зависимости от той ставки, которая маячит впереди, а ставка это чемпионство. Титул чемпиона мира, между прочим. Александр, по вашему опыту выступления, вот откройте тайну, приоткройте завесу, тяжело, порой, как бы, биться в финалы на самых сложных турнирах именно с тем, с кем ты тренируешься, кого ты знаешь в клубе, или лучше, если ты боится страна. У меня в отношении повезло, что сказать, со своими коллегами, с которыми я тренировался в одной группе, я не выступал никогда в финале. Так уж получилось, что все финалы были у меня на моих выступлениях с японцами, и мне через это было значительно проще, потому что я здесь принимал очень некую ответственность, которую, ну, в которую нас, естественно, наставники закладывали, о том, что ты, вне зависимости от того, кто тебя готовил, ты здесь, россиян, и ты должен показать все то, что ты способен, в том числе, ну, ради себя и своих амбиций, а в первую очередь ради своей школы, своих коллег, своих наставок. Ну, знаете, сейчас, вот анализируя данную схватку, которую мы с вами наблюдали, ну, преимущество, конечно, у Халии, на мой взгляд. Согласен. Но сейчас все будет зависеть от того, что скажут судьи. Могут дать дополнительное время, теоретически? Да, оценок нет. Мы видим венодушное решение. Раз, два, три, четыре. Ну, это со мной судьи судьи, в общем, согласились. А там Халиев пятый чемпион. Мирный сиянин.